10 утра и первый посетитель. Билеты проверяют на входе, гостей становится все больше. Двери в океанариум на русском острове открыли наконец-то для всех. Это очень захватывающее впечатление, потому что я была в разных океанариумах разных частей света. То есть я была в Испании в океанариуме. Это просто нельзя сравниться с океанариумом, который открыли во Владивостоке. Очень масштабный океанариум, очень большой. Да, мы были в океанариуме в Москве и по сравнению с ним это прям вообще ого-го. Более 500 видов морских особей, речных обитателей. Аквариумы вмещают в себя 25 тысяч кубометров воды, а вся территория научно-образовательного центра занимает 37 тысяч квадратных метров. Все это жители и гости Владивостока должны были увидеть 4 года назад. Но строительство затянулось. Изначально проект планировали реализовать в районе бухты Патрохол. Океанариум разделен на три экспозиции. Сейчас мы находимся в зоне доисторического периода, где наглядно показывают, как зарождалась жизнь на земле. В этом зале полярный мир. И, конечно, тропики с настоящими лесными звуками и живыми цветами. Океанариум более чем современный. Это заметно сразу, как только переступаешь порог. На каждом углу сенсорные экраны и мониторы. Есть спецэффекты в виде 3D изображения, иллюминации и пара. Отдельное внимание динозаврам. Экспонаты впечатляют даже взрослых. Также хорошо представлены рыбы из Японского моря. Известны приморцам ежи и звезды, морские котики и другие удивительные животные. Это его обычное положение на мелководье. Сомы – хищники. И этот сом может проглотить жертву одну треть своей длины. Вот посмотрите, каких он размеров. Вот такой длины рыбы он может проглотить. Представители амурской фауны считают самыми ценными. Около 130 редких видов рыб привезли из реки Амур и озер Ханки и Байкала. В аквариум их селят еще малышами. А уже в новой среде они начинают откармливаться и вырастать до нужных размеров. Имея разрешение на отлов животных, вот мы сами организовываем отлов, некоторых животных нам приносят. Например, дальневосточную кожистую черепаху нам принесли. Жители города сказали, что вот они ее больную нашли где-то на даче, не знаю, кто там может быть выбросил, вот нам ее передали. С 1 сентября на базе океанариума ученые могут проводить исследования, изучать генетику животных и делать биохимию. Это стало возможным благодаря объединению с Институтом биологии моря и с дальневосточным морским заповедником. Теперь Приморский океанариум – это еще и национальный научный центр. Шоу с моржом Мишей, дельфинами и белыми китами – козырь Приморского океанариума. Многие из посетителей только ради выступления пришли. Правда, пока это только репетиция. О дате самого представления лучше узнавать у администраторов. Океанариум работает каждый день, билеты продают в специальных кассах во Владивостоке и на входе в океанариум на Русском острове. Валерия Белоуз, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.